Мотоспорт В этом году приехало еще больше народу, даже с Владивостока команда приехала. Так что очень много народу, много чемпионов Европы, участники чемпионата мира приехали. Так что состав очень сильный. У нас участвуют ребята от 8 лет уже начинают и до упора. Короче, класс мастер это и 50, и 60 лет есть, так что здесь ограничений нет. Ричарду Дорофееву всего 11, в мотоспорте он около полугода. Мальчик решил последовать примеру собственного деда. Любовь к скорости у него в крови, а вот опыт в их семье передается по наследству. Три месяца у нас был спор, он ни в какую не уступал, но мне пришлось купить мотоцикл и начать тренировать внука. Он очень дорогой вид спорта. Это не какая-то там борьба или там тайский бокс или еще что-нибудь. Это вот где купил перчатки и там что поехал, нет. Каждая поездка, она выходит в большие, хорошие деньги. Ну меньше, вот допустим, мне отвезти его куда-то, даже в ближайший Пятигорск, меньше 5 тысяч не выходит. Это увлечение не из дешевых. Хороший мотоцикл стоит как приличный автомобиль, да и снаряжение обходится в копеечку. Возможно, поэтому число участников не превышает 80 человек. И если нехватка денег кого-то останавливает, то возраст здесь точно не помеха. За победу боролся Николай Теряев из Ставрополя. За долгие годы мотокросс для него стал едва ли не самой важной частью жизни. Я так думаю, что это уже жизнь моя. Это и профессия, специальность, и тренерская работа там. Но я уже завязан. Мне 67, я сказал. И я чувствую себя, в общем-то, нельзя мне уходить от этого дела. Я буду, наверное, что-то не сделал. Останется так. Надо продолжать, надо ребят расти. На мотокроссе в станице Архонской собрался беззвездный состав российских гонщиков. Здесь призеры и победители различных чемпионатов Европы. Всего 20 человек. Для них был организован отдельный заезд. Любители мотоспорта смело можно назвать экстремалами. На этом небольшом участке они развивают скорость до 100 км в час. Самые опытные гонщики подлетают в высоту на 4 метра. По словам участников, чтобы удержаться в седле, нужно просто чувствовать свой мотоцикл. Параллельно определились и лидеры чемпионата Северной Осетии. Кубки для всех победителей едва смогли разместить на нескольких столах. Большинство наград завоевали гости республики, поощрили их денежными призами. Пусть небольшими, но здесь и вправду главное – участие. Драйв, без которого гонщики не могут прожить ни дня, передался зрителям. Возможно, именно эти соревнования дадут толчок к развитию мотоспорта в стране и приведут на гоночные трассы новых, преданных своему делу людей. Тамила Хамецаева, Артем Болотаев, Ацамаш Шипшев, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова